Итак, заходим в центр запросов и заполняем в произвольной форме запрос. У нас обязательно указывается номер телефона, это на всякий случай, если у нас будут вопросы, мы всегда перезвоним и переспросим. Краткое название. Ну и сама суть вопроса. Заполнить эту форму можно в произвольной форме. Мы просим, чтобы вы написали, что хотите участвовать в нашей партнерской программе. И вкратце написать, на каких же именно ресурсах вы хотели бы установить ссылки нашей партнерской программы. Ну вот, запрос готов. Небольшая ошибочка, ничего страшного. И жмем кнопку «Отправить запрос». После подтверждения запроса от нас вы получите сообщение на почту. Затем вы можете выйти на свою страничку. И вот здесь сверху вы видите ссылку, которую вы можете разместить на своей страничке, скажем, в социальной сети. Попробуем на примере нашей группы ВКонтакте. В настройках группы есть специальная ссылочка «Настройки ссылок». Здесь можно размещать ссылки. Вводим сюда скопированную ссылку. Теперь остается нам выбрать картинку. Вот эта картинка, к примеру, подойдет. И кликаем «Добавить». Возвращаемся на страничку. И вот мы видим, что ссылка уже размещена. Так, вернемся. Да, теперь я расскажу вам, как воспользоваться этой ссылкой для рекламы любой из странички сайта. Это вот я копирую ссылку в блокнот для удобства. Теперь выбираю страничку на сайте. Страничку с товаром, который бы я хотел разместить на своей страничке. Практически в любой социальной сети, либо на сайте. Сейчас попробуем мы на примере моей персональной странички ВКонтакте. Вот я копирую ссылку из адресной строки. Помещу ее тоже в блокнот, чтобы не было ошибок. Вставить. И копирую окончание ссылки. Это именно реферальная ссылка. Окончание этой ссылки можно добавить к любой ссылке. Теперь я копирую новую ссылку. И возвращаюсь в ВКонтакт. Переходим на мою персональную страничку. Здесь у меня нет возможности ссылки разместить, зато я могу ее разместить на своей стене. Вставляем ссылочку. И вот так будет выглядеть ссылка. Теперь остается выбрать фотографию. И нажать кнопку «Отправить». Вот почему-то страничка как-то... Картинка разместилась не очень читабельно. Попробуем ее подправить. Здесь, видимо, она не редактируется. Но ссылка работает. Я удаляю запись. Чтобы изменить фотографию, снова вставляю ссылку. Может быть, картинка была очень большая. Вот маленькую выберем теперь. Снова жмем кнопку «Отправить». Вот ссылка с фотографией появилась на стене. Вот ссылка работает. Теперь представим себе, что другой пользователь. Я выхожу из своего аккаунта. Вот зайду под... Другим именем на сайт. У меня для этого есть несколько... Аккаунтов для тестирования. Сначала сделаем по-другому. Добавляю в корзинку товар. Выбираю опцию. Добавляю в корзину. Перехожу в корзину. Оплатить товар. Будет работать и без регистрации. Но не будем заполнять лишние поля. У меня есть тестовый аккаунт. Я воспользуюсь им. В этом пароль. И продолжаем оформлять заказ. Необходимо выбрать способ доставки. Способ оплаты. Подтвердить заказ. Вот видим сообщение, что заказ подтвержден. Ну и теперь я выхожу из этого аккаунта. В административной части нашего сайта. Мы уже пометили заказ как оплачен. И вот что же я вижу на своей страничке партнера сайта по Детрейд. Еще раз захожу на свою страничку. И вот есть такой раздел. Партнерские программы. Здесь мы видим, что был заказан один товар. И вот эту сумму мы получили в качестве комиссии. Корректор Инстагia. Выдачка. Продолжение следует...